Саша обещала подарить цветы своему великому тренеру. Похоже, самое время. Конечно, жизнь на этом не заканчивается, но, чтобы московский провал не стал для карьеры трусовой началом конца, феноменальной российской фигуристке необходимо задать себе несколько тяжелых и неприятных вопросов. И, пожалуй, самый актуальный из них звучит так, а не заехать ли мне за букетом по дороге в Хрустальный. Делать далеко идущие выводы на основе одного провального выступления, конечно, неправильно. Тем более, еще две недели назад Трусова штамповала четверные на этапе Кубка России в Казани и громила свою коллегу по группе Алену Косторную, которая в Москве проиграла более 20 баллов. Но растерянность и беспомощность Трусовой в произвольной программе на гран-при давали понять, что это нечто большее, чем случайный срыв. Кажется, ее вновь настигли проблемы, не позволившие триумфально ворваться во взрослые катания. Пока этот сезон в исполнении Трусовой по сценарию очень напоминает прошлый. Тогда после мощного начала, кучи комплиментов и авансов тоже последовала сенсационная неудача. Но поражение в финале гран-при 2019 случилось чуть позже, чем нынешнее, а главное, не было таким сокрушительным. Тот срыв тоже многие называли случайным и непоказательным. Но дальше был заваленный прокат на чемпионате России, а потом не лучшее выступление на чемпионате Европы и только бронза. Есть изменения и в катании, Саша прибавила в скольжении плавности движений, повысила качество тройного акселя. Но главная проблема никуда не исчезла, чрезмерная страсть к четверным прыжкам по-прежнему мешает ей побеждать. Если Плющенко и считал, что ему удалось стабилизировать четверные прыжки у Трусовой, то теперь очевидно, что это не так. Хуже всего, что это поняла сама фигуристка, и сейчас многое будет зависеть от поведения Плющенко. Не предпринимать ничего в этой ситуации так же опасно, как требовать от Саши сократить количество четверных. Первый путь почти наверняка приведет к дальнейшим поражениям, а второй поставит под угрозу сотрудничество Александра и ее нынешнего тренера. Трусова в свои 16 лет уже вошла в историю фигурного катания, поставила уйму рекордов и заслужила статус феномена. О ней даже книгу уже успели написать. Но при всем при этом она по-прежнему не завоевала ни одного крупного взрослого титула. Если Саша хочет превратиться из королевы четверных в королеву фигурного катания, то ей очевидно требуются серьезные перемены. И шансов на то, что она сможет их произвести под руководством Плющенко, все меньше. Кажется, что Евгений, наоборот, будет до последнего поощрять стремление Саши максимально усложнять контент, несмотря на колоссальные риски. Выходом, как ни парадоксально, может стать возвращение к Тутберидзе. Далеко не факт, что в «Крустальном» Трусова перестанет падать и превратиться в настоящую чемпионку, но если кто-то и способен спасти карьеру русской ракеты, то как раз те люди, которые вывели ее в космос. Конечно, уйтили Георгиевны Трусова может не рассчитывать на президентские люксы и комплименты после падений, но сам факт возвращения будет свидетельствовать о том, что Саша готова поумерить амбиции ради спортивного результата. В своем прощальном посте Трусова писала, «Уверена, у меня еще будет возможность подарить моему великому тренеру не один букет ее любимых цветов». Кажется, такая возможность появилась раньше, чем Трусова могла предположить.